Станислав Андреевич На самом деле эта информация очень много на ютюбе, так как те люди, которые смотрят меня, спрашивали об этом конкретно меня, я пожалуй на ваши вопросы отвечу в этом видео и постараюсь разложить все по полкам, все пальцы по полкам раскидать так, чтобы было реально понятно, поэтому давайте начнем. Как вы уже знаете, я уже пятый раз на острове, первый раз я здесь был в 2013 году, потом каждую зиму я здесь по месяцу находился. Единственное, ну вот сейчас я тут три недели и послезавтра я уже улетаю и в том году я летал не сюда, не на Бали, а летал в Тай, ну там оттуда я полетел в Камбоджу, там был в Лаосе и так далее. И по Тайу летал, поэтому другая история, просто я к чему, к тому, что это не просто первый раз я сюда прилетел, как бы сделал какие-то поспешные выводы, как это было, когда я первый раз отсюда вернулся и рассказываю об этом вам. Так сказать, опыт, собранный мной за эти пять поездок, будет в этом видео, но по ценам я буду ориентироваться конкретно вот на этот раз. В принципе, они не очень изменились, единственное, почему это коснулось лично меня и многих, кто прилетает отсюда, отдыхает, либо живет с Россией, это падение рубля в 2014. Вот, поэтому начнем с самого начала, с перелета. Ну, не считая первый раз, когда я летел сюда Трансайра и летел туром. Кстати, о турах, да, вот по горячей путевке можно сюда улететь там за 48 тысяч на неделю. Это будет перелет туда-обратно, ну, скорее всего, прямой и проживание в отеле, скорее всего, с завтраками. То есть, ну, это дешевле, чем просто билеты, если ты летишь дикарем, ну, подчистую, но, зачастую. Но неделю ты прилетаешь сюда, дня 2-3 у тебя какая-то акклиматизация, здесь 5 часов разницы с Москвой. Говорим сейчас конкретно о Москве, Москва, Питер и так далее. И буквально там, как только ты приходишь через 5 дней в себя, то ты суеты, уже тебе улетать. Поэтому, ну, Бали ты не почувствуешь, ты не вкусишь настоящего Бали за это время. Поэтому сейчас будем говорить, опять же, об отдыхе вот дикарями, не в отель, потому что отель можно, ну, забронировать хороший отель, можно забронировать отель похуже, там, средний и так далее. Это будет разница. Тут цены я ебу, тут можно и за лям прилететь, можно там и за 100 тысяч прилететь. Будем говорить конкретно о полете сюда дикарями. Катарские авиалинии всегда летают только Катаром. В принципе, китайские авиалинии, сингапурские авиалинии, корейские авиалинии, разница невелика. Ну, там, например, китайские, корейские, может быть, две пересадки. Катар всегда, ну, практически, ну, наверное, сколько я не летал, всегда одна пересадка в ДОХе. Прямые, сейчас пустили прямые рейс по Мэрофлот, если брать месяца за два, за полтора, то это около, там, 75 тысяч стоит, 80. Вот я смотрел, я всегда беру билеты, там, за два месяца, за два-полтора, и они тогда в районе 45 тысяч. Там, пять лет назад они были 42, сейчас 47, в принципе, это варьируется, там, в зависимости от чисел. Можно взять, там, с пятого по 30-е будет 47, а при с пятой по 25-е будет, там, не знаю, там, 49. То есть, как бы, это надо вылавливать, ну, обычно за два месяца. Да, согласен, 47 тысяч не так мало, но, во-первых, самолеты у них хорошие, я не знаю, я летал, там, ну, разными авиакомпаниями, я не летал, там, Панами, я не знаю классификацию, да, первое место, второе в рейтинге. Ну, Катар охуенный, ну, Эмираты рядом, по-моему, не валялись с Катаром, ну, я летал Эмиратами. Вот, главная ассоциация, пример, который я всегда, ну, привожу, да, это то, что в Катаре эконом-класс, сегодня очень душно, я очень сильно потею, очень жарко, сегодня даже местное охуевает. В Катаре эконом-класс, как бизнес в каком-нибудь, не знаю, трансаэра. Вот, поэтому около 45 тысяч будьте готовы, если вы летите с Москвы, отгрузить на билеты, туда-обратно, но здесь вы сами регулируете длительность полета. Раньше тут можно было месяц, по-моему, находиться, потом нужно было вылететь из Индонезии, влететь, сейчас, по-моему, два. Ну, я обычно летаю там на, не знаю, там на 30 дней, на 29 и так далее, этого мне вот достаточно, я через 2-3 недели уже, в принципе, ну, скучаю по дому. Короче, около 45 тысяч стоит перелет, с этим мы определились. Опять же, надо искать, лучше пусть будет подороже на несколько тысяч, но пересадка пусть там 2,5 часа будет, а не 18 часов. Там, в общем, 47 тысяч, 2,5 часа ты в дохе, там, не знаю, 43, 18 часов в дохе. Ну, вы учитывайте, что за эти 18 часов вы, во-первых, заебетесь, во-вторых, вы там будете есть, что-то там, там в Макдональдсе, там в кафе, в аэропортах, в аэропортах все дорого. Да, я с собой часто вожу какую-нибудь еду, то есть нарезку или еще какие-нибудь батончики протеиновые, у меня с собой всегда в ручной кладе, ну, я экономлю, жрать там, ну, в Макдональдсе, например, не охота, да, а в каких-нибудь кафешках, ну, там реально дорого. Это, блядь, Катар, плюс это аэропорт, поэтому я там вкину, блядь, нормально. Короче, вот так, с полетом определились. Проживание. От батона до гандона, то есть можно, блядь, тут я ебу какие вилы, которые стоят там по полтора зелени, да, там сутки, можно снять какой-нибудь гест, не гест даже, а хостел, тут я с девочкой, ну, общался, там что-то вообще какие-то копейки, там чуть ли не 7 долларов, она живет, ну, там что-то их 12 человек, 12 койко мест, ну, я ебу тоже, я ебал вот это, блядь, проживание, вот, ну, если ты хочешь реально бюджетно, опять же, мы сейчас говорим конкретно о турист, ну, об отдыхе, потому что я перед тем, как писать ролик, у меня попался в рекомендациях, я сейчас выкладываю ролики про Бали, типа, как прожить на Бали, сколько стоит, 120 тысяч на двоих, 1200 на двоих долларов, ну, это где-то, а, ну, это сколько там, блядь, тысяч, ну, это жить, можно жить, пиздец, как дешево, жить, это значит, ну, готовить дома, снимать какую-нибудь надолго, виллу какую-нибудь, да, вилочку или маленькую, какую-нибудь дешевую, там готовить, покупать на рынке и так далее, когда ты на отдыхе, когда ты прилетел сюда на 3 недели, меньше всего хочется, блядь, готовить хуёй, ты ешь в кафешках и так далее, вот, ну, что-то покупаешь в магазинах, там, погрызть, да, вечером, там, или еще что, но в основном в кафешках, поэтому цены разные, мы говорим не про жить, про отдыхать, сейчас мы живем в гестхаусе, вот он за моей спиной, это, он стоит 250-280, ну, 250 тугриков, это индонезийские рупии, я называю тугриками, в 250 тысяч в день, в сутки, у них здесь валюта в Индонезии, индонезийская рупия, курс 100 долларов, миллион 400 индонезийских рупий, учитывая, что, я сейчас просто вам скажу, как считать, учитывая, что сейчас доллар в России, это 70 рублей, то есть, грубо говоря, 100 тысяч индонезийских рупий, это 500 рублей, то есть, 100 тугриков, 500 рублей, поэтому, ну, на будущее, да, когда я буду говорить тугрики, тугры, там, и так далее, знаете, что 100 тугров, 500 рублей, короче, вот так, ну, сколько это получается, это получается 1250 в сутки, в принципе, здесь, где, опять же, здесь можно жить, в основном, тут люди живут либо на Букете, это полуостров на острове Бали, там живут в основном местные, и, ну, те, кто долго живет, ну, там, там есть та же русская деревня, раньше была до кризиса, потом все, нахуй, разъехались, ну, не знаю, наверное, опять собрались, то есть, кто живет долго, то есть, там очень красиво, там хорошо, но там как-то спокойно, есть Кута и, ну, там, Денпасар, это городская агломерация Кута-Семеняк, это прям тусовки, блядь, я вот первый раз, когда был, был в Куте, там, 6 лет назад, я охуел, или 5 лет, то есть, как бы, разницы, мне кажется, с Турцией ты не почувствуешь, просто вместо, там, канарского финика растут кокосовые пальмы, вместо турок Индонезы, вот, есть Ченгу, это чуть подальше, тут что-то среднее, между Букитом и Кутой, то есть, тут поспокойней, ну, и не так, ну, глухо, как на Буките, потому что на Буките все вымирает, там, в 9 вечера вообще, в Семеннике, там, есть тусовочные улицы, в Куте и так далее, есть еще Санур, Санур, это вообще, ну, в жопе мира отсюда ехать, наверное, час, короче, ну, мне кажется, там есть несколько отельчиков, короче, не будем заморачиваться, там печально, по моему мнению, есть еще Убуд, это такая, типа, типа, Балийский Питер, блядь, туда едут не въебаться все эти самые, как его, интеллектуалы, ну, по факту делать там нехуя, там, блядь, две улочки вот такие, на которых тоже движуха, и все, ну, кто-то там живет, вот, там просвещаться едут, йоги, ху-йоги, всякая-то хуета, это не мое, поэтому, ну, там красиво, там более зелено, вот, сейчас я живу в Ченгу, снимаю 250 тугров в сутки, мы брали сразу там на много, он нам по 235 сделал, здесь минус какой, нет бассейна, нет, здесь нет бассейна, вот, раньше мы всегда, когда прилетали сюда толпой, мы на Буките снимали виллу сразу в месяц, ну, нам выходила где-то двушка зелени, да, мы туда в тремя семьями, ну, заселялись, там, я с Юлей, еще там пара, еще там один пацан или еще, ну, пара, да, там был бассейн, блядь, кухня, три спальни, три ванных туалета, так далее, большая территория, тогда это вообще недорого, это фактически там по 700 долларов скинулись, когда я лишь один, снимаешь в основном гестхаус, вот здесь в Ченгу вот такого рода гестхаус, пацан, кстати, который сейчас выходил сзади, он искал, этот приличный, тут такие достаточно большие чистые комнаты, хорошее кондиционирование, кровати, бла-бла-бла, такой персонал, прям домашний, уютный, напротив, до моря, сейчас пешком идти заебешься, раньше, ну, я просто первый раз в Ченгу остановился, раньше тут был такой проход прям к морю, сейчас там что-то его закрыли, поэтому в обход идти очень долго, на байке, ну, об этом мы чуть позже поговорим, о транспорте, на байке очень быстро, ну, тут, короче, там, не знаю, ну, блядь, 5-3 минуты, 3-5 минут до моря, да, тут пляжи, еще разница между, там, Букитом и Кутой, там, семянником Ченгу, тем, что здесь пляжи, они, ну, такие растянутые, то есть, ну, на уровне моря, на Буките, там, ну, такие обрывы, там, чтобы поплавать, да, надо спускаться, но мне вообще не ебет это море, я, ну, океан, я там практически не бываю, мне главное бассейн, здесь нет бассейна, это охуенный минус, потому что в бассейн всегда можно залечь, повялиться и так далее, с бассейном уже дороже, мы хоть, на Буките можно за такую же сумму взять даже получше, там будут такие бунгало, бассейн, но, как бы, там, вот, я просто не один с подругой приехал, она на море, там, да, мне ее возить на море оттуда, ну, я тоже заебусь туда-сюда ездить, тут она, в принципе, может добраться и там спускаться к океану, подниматься, такие дела, короче, сейчас я живу, грубо говоря, 1250 сутки, я считаю, это нормально, в это входит, там, уборка, ну, проживание, бла-бла-бла, в принципе, я считаю, это удобоваримое место, тихо и спокойно, хороший персонал и так далее, ну, опять же, если вы хотите один, что-то с бассейном, здесь Ченгу, это выйдет дороже, я думаю, там, ну, там, 350, да, то бишь, на наши деньги, там, 1750 получится, по жилью, как бы, вроде все, вот, конкретно, как я живу, такие примерно цены, опять же, ну, можете, там, я ебу виллу какую снять, транспорт, по моему мнению, класс, такой класс, как пешеход на Бали просто, блядь, не существует, отсутствует, потому что, ну, тут либо байки, либо тачка, лучше байки, ну, если ты не едешь куда-то на другую сторону острова, ездить по острову, там, у вас несколько человек, лучше байки, потому что пробки, пиздец, особенно в семейнике, там, да, везде, узкие улочки, пробки, короче, на байке, там, можно просочиться, на машине будешь стоять 100%, байк стоит, ну, вот я, например, N-Max, 155 кубовый, они тут, ну, так, ну, больше всего тут распространены, вот эти 120-125 кубовый Хонда, там, Варио, вот эти, короче, они что-то стоят, там, около ляма в месяц, ну, миллион тугров, ну, считайте, да, это сколько, это 5000 рублей, я снял на три недели за 2 миллиона 100, то есть это 10 тысяч, ну, мы вдвоем сняли, да, потому что, ну, езжу час еще и один, чем мы вдвоем, но он такой побольше, он помощней, вот, я тяжелый, как бы, 155 лошадок, нормально, в принципе, топит, тачки обгоняет, нехуй делает, вот, то есть вот так, машину снять мы, когда ездили на Батур, снимали 250 тугриков в сутки, то есть 1250 в день, вот, ну, учитывая, что несколько человек, это вообще копейки, это там, не знаю, по 350 рублей скинулись на сутки, там, на трое суток по 1000 рублей, все, едем, за машинами, смотрите, втюхивают часто хуету, блядь, как мы взяли, не работал сигнал, клаксон, блядь, чуть не въебался, блядь, тормоза еле работают, ну, короче, плюс я еще потом уъебался, колесо порвал, ну, вы знаете эту историю, короче, вот так, лучше байки, для меня болит байк, ну, вот, ездишь на байке, прикольно, но часто, когда едете, там, на другую сторону, надо перевалы переезжать, там идут вечно дожди, сейчас, кстати, сезон дождей, сезон дождей на Бали с ноября по май, в отличие от Таев, Таи наоборот, как бы, с ноября по май сухой, здесь дожди, как попадешь, они могут, ну, я тут был несколько раз, когда их вообще не видел, они идут только ночью, иногда они могут на неделю зарядить каждый день, вот, я последний ролик, когда выкладывал на Бали, я катался, было пасмурно, вот, здесь не угадал, сегодня адская жара, да, вчера было пасмурно, сегодня адская жара, реально, конкретно, даже говорю, местная хуевая, короче, бензин тут, ну, мы что-то считали, примерно, как у нас стоит, вот, хотя, вот, там, пять лет назад вдвое дешевле было, ну, опять же, рубль падает, санкции, вся хуйня, ну, опять же, говорю, можно снять и бай, многие снимают именно байки, не скутера, не тырчики, а вот именно мотоциклы, ну, здесь, я один раз видел даже крузак, один раз проехал, ну, тут всем отлично малолитражки, я вот недавно Camry трехлитровый увидел, это, мне кажется, пиздец, потому что, бля, ну, обычно тут, даже если она здоровая, даже если это, бля, что-то пищит, ебаный в рот, пиздец, я тут, пацанки-то звуки, что-то пищит, блядь, фырчит, блядь, вот, даже если это большой, блядь, какой-нибудь, не знаю, фортунар, блядь, то он максимум, ну, там, два с половиной, блядь, и так далее, поэтому здесь большой, или тут негде разгоняться, тут, блядь, такие дороги по полуторке, и все, так, теперь по питанию, вот, тоже немаловажно, опять же, местная еда, это пиздец, вот, главный плюс тая, в тая лучше еда, вот, уличная еда в тая охуенная, мясо, блядь, вообще пиздец, мясо, вот, там, какие-то, блядь, сардельки мясные, блядь, ну, охуительный, здесь, пиздец, то, что едят местные, это жрать невозможно, блядь, это просто, там, не знаю, куриные когти, блядь, вот, блядь, ну, пиздец, представляете, вот, как назло, это песчание ебаное, блядь, вам-то, может, не так слышно, а мне прям в ухо хуярит, ну, ебать его в сраку, ёпта, вот, блядь, местная еда, это пиздец, конечно, это не для, я тут разжирел, блядь, я тренируюсь, белка тут мало, порции небольшие, в нем, в основном, риски-то овощи, мясо, куры, блядь, маленькие кусочки, и, соответственно, ожирать-то я хочу из-за тренировки, поэтому, ну, когда я набираю, блядь, мясо и жир, как бы, ну, как-то все равномерно, я набираю мышечную массу, и она с каким-то там жирком, да, а сейчас, блядь, такое ощущение, что набираю один жир, сжирел пиздец, ёпта, и, ну, а если есть, ну, там, в каких-то дорогих европейских, ну, дорого, ну, например, сегодня с утра я поел тарелку, блядь, завтрак, ну, там такой микс какой-то, омлет, кусок, блядь, пару кусочков бекона, у них небольшие порции, они даже если большую тарелку приносят, по ней раскидывают, нет, тут есть места, где большие порции, но в основном небольшие, и въебал там какой-то местный, там, они, там, типа, тоник сами делают, мне это обошлось где-то 150 тугров, ну, в принципе, не очень много, да, 750 рублей, ну, там я нихуя не съел, ёпта, ну, в принципе, как бы, ну, я много ем, мне побольше, вот там, а, например, с углеводами здесь, блядь, рис, то есть тут полно пасты, но она будет стоить, блядь, скорее всего, там, 70, от 60 до 80 тугров, ну, то есть, там, 400 рубля к пасте, там, если это баланьес, морепродукты, там морепродуктов будет 2, 2 вот таких ебучих креветки, блядь, и больше нихуя, вот, поэтому надо добирать еще что-то, ну, тогда будет много выходить, то есть ты будешь хавать по косарю просто за раз, ну, минимум, плюс фреш, плюс кое-где они еще накидывают, блядь, сразу 10-15 процентов, блядь, я, кстати, в России такого нигде не видел, блядь, везде, блядь, кроме России, дохуярят сервис таксу вот эту я ебу, блядь, даже если хуй на хуй соси обслужатся, ну, и тут таксу, блядь, туда въебут, вот, вообще есть можно дешево, вот я нашел тут воронку, тут на сотку, стейк, блядь, большой, там, с картошкой, с хуешкой, ну, стейк, блядь, там, мясо кусок, но он большой, да, грамм 250, стоит, ну, что-то там 80 или 90, 500 рублей, плюс соки дешевые, тут у нас воронка, воронка, это кафе по их, ну, здесь у нас воронка, который при отеле, при отеле, при гесте, да, там вообще копейки, блядь, пиздец, блядь, вы не представляете, насколько, насколько он, блядь, раздражает, там стоят вообще копейки, там на зигуренке, это жареный рис с курицей, два куска курицы, я ем плюс сок фреш, да, где-то 60 тугров, это где-то 300 рублей, ну, блядь, они льют, рис этот туда овощи кидают, блядь, льют вот эти свои ебучие соусы, блядь, ну, мне пиздец как не нравится, я вообще азиатскую еду не люблю, морепродукты я нахуй не люблю, я люблю вот кавказскую какую-то арабскую еду, мясо, блядь, там, ну, не знаю, овощи такие нормальные, вот это хуй просышь, чего там, это вот, блядь, там жареные, да, или там на этом самом, на мангале сделанные, на гриле, поэтому есть, в принципе, ну, в день вот так вот, я особо, ну, я просто еще ем дохуя, если особо не париться, ну, все равно там, блядь, где-то, там что-то купил, там что-то попил, там 400-500 тугров, ну, то есть 2-2 500, ну, наверное, будешь все-таки отдавать, в принципе, нихуя не дешево, но это не дешево, потому что рубль упал, вот, с едой вроде, все понятно, я буду заканчивать, хотел еще что-то рассказать, подумал, может расскажу, но это ебучий звук меня очень сильно раздражает, я привез с собой сюда 200, ну, то есть долларов, ну, 200 я проебал, вот, на то, что можно было не проебывать, то есть 1900, вот у меня, вот мне послезавтра домой, у меня осталось где-то 450, ну, наверное, 100 долларов я еще потрачу, еда, там, в аэропорту, за машину, там, бла-бла-бла, вот, и, ну, как бы, получается, в принципе, ну, полторашку, три недели, причем мы, там, мы ездили на другой конец острова, там, устанавливались в нормальном отеле, там, ем я только в кафе, там, ну, я иногда что-то покупаю в магазине, вечером погрызть, там, фрукты, опять же, ну, если ты тут живешь долго, ты знаешь, где воронка дешевая, где пожарить, там, один раз в дорогом поел, один раз в дешевом, там, за фруктами едешь на местный маркет, там, у них, конечно, антисанитария, но мне, бля, похуй, еб-то, я, блядь, в лагерях видел намного хуже, блядь, вот, там фрукты копеечные, ну, с охуенной сладостью, тут у них есть, такие, блядь, какие-то полупончики, блядь, я их жру, блядь, пиздец, он сам уже, вот, как пончик стал, такие вот дела, вот, в общем, на Бали много есть, чем заняться, это я так вкратце, это чисто конкретно по ценам разбросал, не буду говорить, как, чё, куда, бля, ехать, все это знают, может быть, расскажу потом, когда этот петушиный звук, блядь, не будет слышен моими ушами и вашими тоже, все, ребят, с вами был Станислав Андреевич, нахую вертел вот этот, ебаный писк, блядь, барсучий, берегите себя, Субтитры подогнал Симон